Добрый день, меня зовут Митрофанова Екатерина Сергеевна, я демограф, старший преподаватель кафедры демографии, научный сотрудник Института демографии. Демография — это царица наука в обществе, так как только демография дает информацию о численности населения и о структурах — половой, возрастной, образовательной. И, соответственно, если вы социолог, политик, политолог, то принимать решение о том, что делать с обществом, с демографической политикой, с образовательной политикой, вы не можете, не имея перед глазами демографический прогноз. Но иметь его перед глазами — это одно дело, другое дело — анализировать его и действительно уметь уловить вот эти тенденции, которые могут развернуть нашу с вами политическую повестку, экономическую повестку в другую сторону. И вот в этой точке демографы усиливают политологов, знакомя их с точными методами анализа данных. Какой у нас с вами основной интерес? Ну, безусловно, демографическая политика — это то, что женит две наши дисциплины. Что относится к демографической политике? Это и миграция, и рождаемость, например, тот же материнский капитал. Это и сфера труда и занятости. Например, когда мы принимаем решение об изменении пенсионного возраста, мы не можем не посмотреть на то, какой будет структура полувозрастная через 20-30 лет. Помимо демографической политики, также политологам может быть интересна электоральная демография. Например, в Соединенных Штатах Америки электоральная система, она законодательно подкреплена к демографической структуре. У нас же, к сожалению, пока очень мало внимания уделяется даже анализу результатов выборов в разрезе пола, возраста, поколений. А ведь если многочисленное поколение переходит из жизненного этапа зрелости в пенсионный возраст, это очень сильно поменяет их представление, их запросы, потребности. И, соответственно, наша с вами политическая повестка будет меняться. У нас в Лыжке есть институт демографии, международная лаборатория исследований здоровья и населения. Это те две структуры, которые объединяют демографов, социологов, эпидемиологов, людей, которые работают с количественными и качественными данными. К нам поступают запросы на экспертизу как предлагаемых законопроектов, так и действующих нацпроектов. Мы ежегодно публикуем доклады населения России, в которых каждый раз делаем фокус на какой-то из частей демографической политики России и других стран сравниваем, оцениваем эффективность, предлагаем варианты развития. Также мы делаем функциональные прогнозы, мы работаем в междисциплинарной области и с нами сотрудничают как социологи, психологи, даже специалисты компьютерных наук. Мы вместе разрабатываем передовые методы анализа биографии, например. Еще у нас есть студенческое общество «Демограф». Это такая платформа для студенческих дискуссий, для дебатов, где вы можете независимо обкатать свою тему или обсудить то, что вас интересует. И мы приглашаем к сотрудничеству студентов самых разных направлений, из бакалавриата, из магистратуры. Так что, если вам интересно подключиться к какому-то из наших текущих проектов или, если вы хотите получать информацию о наших планируемых проектах, вы можете обращаться к нам в Институт демографии, вы можете писать непосредственно мне или тем преподавателям, научным сотрудникам, интересы, с которыми у вас совпадают. Приглашаем вас заниматься демографией, это интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!